всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале прежде мы начнем сегодня расклад во первых я хочу поблагодарить вас за вашу активность разделе сообщества при выборе тем при открепленном комментарии к последнему посту где вы голосовали затем раскладов я выложила по подсчетам предварительный список да вот в каком порядке я буду делать расклады поэтому можете зайти в последний пост и в прикрепленном комментарии увидеть мой выбор это первый момент и второй момент хочу сразу сказать в связи с тем что в эти дни меня очень много спрашивали по поводу моего курса а то есть о чем этот будет курс до древа жизни ну что я там буду рассматривать так вот в описании к этому видео и к любому видео вы найдете ссылочку на мои услуги то есть так называется нажимаете туда вы сможете прочитать полностью весь текст там написано касательно консультации касательно обучения касательно курса древа жизни о чем я там все подробно расписываю кому он подходит кому нет и еще один анонс по поводу моего авторского дневника раскладов я вам изначально говорила что он у меня был google документе вот но мне сделали подарок и этот google документ превратили формат pdf но не просто такой вот белый лист вот а очень красивом оформлении когда вы можете для себя распечатать держать какие-то заметки то есть смотреть непосредственно вопросы для расклада это получился вот как прям ну настоящий как он называется то дневник что ли ну как-то так до тетрадь то есть это очень все красиво оформлено вот и это тоже продается вся информация находится там просто загляните под этим видео до в разделе мои услуги все это можете прочитать итак мы с вами приступим сегодня мы будем смотреть тему которую вы уже видели да в названии к этому раскладу страх и денежный сценарий мы посмотрим с вами один страх касательно денег да и несколько день ночи денежных сценариев почему именно один страх потому что все таки тема данного расклада больше акцент делает на денежные сценарии для как продолжение предыдущего расклада почему я не могу зарабатывать только во сколько хочу вот у нас больше идет не на страх именно на денежные сценарии вот что я хочу сегодня с вами рассмотреть будем на колоде таро небо и земля на маккартах это все о нем на метаворические карты и колода театр кука вот я ее как-то если честно не очень-то люблю но она такая вы знаете вот бытовая практичная поэтому в теме финансов мне кажется она хорошо работает а вот как-то в остальных вопросов но опять-таки это все субъективно да и все зависит от мастера то есть и колоды которые заходят например одному мастеру они могут не заходить другому почему потому что здесь вопрос идет созвучие с энергетикой ну что готовы давайте приступим отложим эти начинаем позиция номер один и мы с вами сначала посмотрим какой у вас страх да а потом денежные сценарии напоминаю что расклад общий разные сценарии мы увидим это не значит что вы все там три сценария вам подойдут вам может не подойти никакой а может подойти из одного сценария что-то может и подойти страх из одной позиции от денежные сценарии из других позиций то есть все но сугубо индивидуально потому что все таки расклад общий до незабываемый и так ваш страх по поводу денег здесь идет восьмерка кубков восьмерка кубков свое определение нам всегда говорит о том что на пути нашего развития нам нужно оставить что-то что было очень ценно для вас но в какой-то момент мы обнимаем что вся наша жизнь это движение это развитие и если мы останемся там где нам комфортно там где нам приятно здесь вопрос эмоционального фона то никакого развития не будет в конечном итоге мы именно на пути своего развития понимаем что нам нужно оставить эти восемь кубков и двинуться дальше в поиска именно целостности до поиска в поиске приобретения наполненности и вот здесь вот ключевой момент это то что мы оставляем то что нам было важно то что нам было ценно и исходя из этого я могу предположить что страх здесь связан с тем что нужно будет расстаться до либо здесь может быть страх потери то что для вас было очень важным то есть здесь не обязательно финансы здесь может выражаться скажите скажу материальный аспект то есть страх потерять как-то дом да например ну то есть взяли ипотеку вкладывали вкладывали и в конечный момент там осталось например там выплата там год несколько месяцев да и вот получается что ну нету денег не могу найти и вот страх что заберут заберут а сюжет своего плачу а тут заберут но здесь вот страх потерь какой-то страх того что либо нужно будет отказаться да ну например берем вместе с мужем либо с партнером ипотеку проходит там лет 20-25 и получается развод и я остаюсь без ничего да почему потому что ну вот муж говорит я выплачиваю значит это домой да вот что то здесь вот какие то вот такие моменты то есть то во что вы вкладываетесь и вы как будто бы боитесь это потерять либо я не знаю вкладываетесь в какую-то недвижимость до что-то там делаете строить а потом происходит такой момент что нужно переехать другую страну в другой город а нету возможности продать да как-то недвижимость и вот вы остаетесь ни с чем то есть уехать так или иначе надо да я не могу уже здесь остаться а а что делать с этим да вот это вот бросить оставить вот здесь вот очень такой явный страх ну давайте мы его все-таки раскроем давайте вот я на этой колоде на метафорической посмотрю да что же здесь более подробно что же здесь за страх у нас а как-то дальнейшее здесь также может быть еще и дальнейшего продвижения то есть не только а 100 оставить что-то да причем здесь понимаете здесь не то что вы теряете это да здесь не страх утраты а здесь страх что какая-то вот вынужденная ситуация и вам придется отказаться от того во что вы вкладывались до что было для вас очень сцена вот и есть еще страх что вот как-то движение до в дальнейшем движение что здесь за страх возьму кроме метафорических карт да здесь есть вот именно в этой колоде это все о нем почему я взяла мужскую колоду потому что все-таки финансы это больше не идет энергия такая активная здесь есть глагола вот это вот стопочка которая лежу в руках она дает нам глагол чтобы она помогла мне проявляться вот на понять что здесь может быть связано страхом о чем здесь страх говорит смотрите сразу карта говорит о том что во первых есть здесь страх дополнительно проявляться да то есть вот такое ощущение что здесь вы можете бояться даже денег именно в контексте того что вот показать как-то свою состоятельность да показать свое богатство почему потому что здесь может быть так что вот у меня потом отберут да то есть если я покажу что у меня есть достаток если я покажу что у меня есть ну вот какое-то состояние то и велика вероятность да что у меня это заберут вот здесь вот куда вы знаете прячу да надо спрятать эти деньги как-то не показывать вот если вы достаточно взрослый человек да по возрасту то есть вот большую жизнь например свою прожили в бывшем союзе либо если вы переняли вот сценарий своих родителей когда было ну вот условно говоря запрет на то чтобы показать свой достаток либо тебя раскулача да здесь какие-то вот такие сценарии могут быть до что-то заберут либо здесь может быть такой формат что если у меня будут деньги я о них так или иначе узнаю да то есть я буду жить в достатке велика вероятность что меня вот как-то вот на кашу да не только заберут деньги вот именно на каждой не знают придет там примерно налоговая да и все конфискует либо как-то вот опять-таки исключат из партии до что вот и вот богатый и тебя как-то исключат здесь вы какие-то вот такие вот старые сценарии туда лишения поэтому ощущение того что здесь страх лучше не высовываться да лучше не показываться лучше него не проявляться да вот здесь вот кстати может быть такое что я не хочу хорошо одеваться да так богато потому что ну зачем это нужно до лишний раз как-то раздражать других людей и вот это а как уточнение и есть еще одно уточнение касательно мечты да то есть вот вы тоже как страх страх мечтать о больших деньгах да почему потому что вот это опасно для жизни вот здесь как-то мечты они связаны как-то знаете вот ощущение того что с концом жизни может быть у кого-то из вас был такой опыт а либо в семье как-то что из-за денег кто-то лишился жизни да либо в прямом смысле либо здесь может быть переносно в контексте того что вот ну я лишился денег и вот слишком таком взрослым возрасте и и потом ну допустим то я не знаю мне 60 70 лет да а у меня я остался без ничего дали остался без ничего либо осталось без ничего как-то вот на улице как не жить как как мне быть дальше и вот здесь вот прошита вот эта вот информация и поэтому мечта о больших деньгах она является неким таким запретом и поэтому вот здесь вот этот вот ваш страх да я ухожу я ухожу я оставляю все до чтобы вот как-то знаете вот осознанно лишаю себя здесь ваш осознанный здесь выбор именно здесь не то что кто-то вас заставляет а вот здесь вот ваш страх он заставляет вас двигаться дальше да как-то вот ну может быть и даже не привязываться к деньгам вот мне хочется еще углубиться потому что у меня такое чувство что здесь есть еще что-то так давайте вот это вот так отодвину что еще здесь связанное со страхом да здесь у кого-то есть вашей семье семья я имею ввиду там более широкое до понятия не только папа с мамой родительская да там тети бабушки и дедушки вот именно вашей семье как наследственность да здесь есть страх как там каких-то религиозных понятий да то есть вот именно проповедничество того что деньги это зло да то есть если ты хороший человек у тебя не может быть денег ты это вот только знаете опять почему-то мне идет к советские вот эти какие-то убеждения да это буржуа и вот зажрались все эти капиталисты у них есть деньги а так неправильно жить здесь вот что-то такое может быть вы в детстве это слышали да но вот какие-то вот отголоски вот этой вот правильности и именно религиозность да вот здесь вот как-то это связано может быть у вас в семье были наставники очень верующие люди может быть кто-то жертвовал большие суммы на на церкви вот здесь вот какое-то вот пожертвование да если в общих чертах чтобы вы понимали а для себя уже там посмотрите то здесь вот как-то такой вариант того что вот мораль да и она не сопоставима с матери по то что мы говорим например духовный мир и материальный мир это абсолютно разные вещи да то есть если ты духовный ты не можешь быть богатым да то есть ну значит где-то что-то своровал где-то что-то неправильно несправедливо поступил значит у тебя нет потому что вот духовный путь он как это освещен какой-то вот аскезой до самопожертвованиям там вообще не о деньгах вот здесь вот какие-то вот такие убеждения до связанные но это однозначно не ваши ну то есть это не как бы так сказать это не связано с вашим жизненным путем как будто бы а это вот именно у наследовано да то есть вот здесь вот разные варианты я озвучила вы для себя выбирайте но здесь однозначно прям с детства шли вот эти вот страхи здесь такое чувство что это ограничивало как-то вас важно возможностях а сейчас возможно есть такой момент когда вы это осознали и многие из вас может быть прорабатывают как-то вот этот вот свой страх либо свои страхи связанные с финансами здесь вот такое вот ощущение что вот есть какая-то связка между деньгами и понятием либо у вас если это приобретенная какой-то страх а не наследственный то здесь он может быть связан как раз вот именно с этим что ну духовный человек по не может быть с деньгами с большими да ну то есть это вот деньги как будто бы неправильно то есть ты не можешь пойти в духовности здесь какая-то вот аскеза идет до ограничение самого себя вот этот неправильное абсолютное понимание почему потому что изначально мне кажется вот у многих из вас уже здесь пошло такое озарение понимание что если ты действительно находишься в духовности и единстве с миром то по крайней мере самый минимум до тебя обеспечен то есть тебе не нужно уже переживать и как-то волноваться если ты действительно находишься в единстве дата а тебе позаботиться это не значит что будешь сидеть сложа рук руки и вот кто-то что-то будет делать за тебя нет ни в коем случае но просто вот этот вот вопрос доверие он очень ярко проявлено хорошо это вот что касается страха вот вы уже сами можете для себя а даже если то что я озвучила как-то не совсем спас созвучно но есть какие-то отдельные слова которые вас цепляет вы можете идти за ними да то есть по ощущениям вспоминать может быть вас выведет вот именно по воспоминаниям по ассоциации на какие-то с вашей страхи так и давайте мы посмотрим с вами денежные сценарии какие у вас будем смотреть наверное трех колодок не знаю посмотрю как получится значит первый первый сценарий денежный да он может быть позитивный он может быть негативный мы никогда не рассматриваем в минус или в плюс почему потому что все зависит от того кто смотрит да если вы внутри действительно идете по пути развития то вы просто осознаете как констатация фактов что есть двойственность в нашем мире но это не значит что если то что мы называем хорошо таковым она и является на в каждом хорошем есть что-то плохое в каждом плохом есть что-то хорошее потому что это и есть единство до противоположности вы это очень четко понимаете поэтому я вам и обозначиваю это как ваш первый сценарий связанные с деньгами вот повешенные вот смотрите повешенные да здесь он как раз таки и говорит с одной стороны когда вы ощущаете себя жертвой да то есть вы осознанно еще расскажу это ваш выбор вы осознанно себя лишаете чего-то возможно вам без денег как-то вот спокойно я имею ввиду без большой суммы да не то что когда вам не хватает на хлеб с с едой да с водой и вы чувствуете себя хорошо нет я говорю о больших суммах да но если вам спокойнее когда вот вам на все хватает окей зачем лишние деньги да здесь вот такое вот ощущение что вы как будто вот большая сумма она для вас вот проблематично ну буду я получать там каждый месяц там едино по 500 тысяч но в какой-то момент надо что-то с ними делать да то есть если ты не взаимодействуешь с деньгами то они потом как-то вот тебя будет разрушать да так или иначе здесь такое ощущение что со мной страны вы осознанно выбираете себя чем-то решаете финансовом аспекте потому что вот вам духовный путь он нам ближе он вам вам интересен еще раз скажу не потому что вы не хотите денег у вас приоритеты до другие вот значит один сценарий связан с этим с тем что вы жертвуете а вот другой аспект я хочу здесь уточнить такое ощущение что вот здесь как-то опять таки идет связь с высшими силами но фиксация вы знаете как будто бы деньги здесь вам мешает вашем развитии вот восьмерка энергии в этой колоде да она называется фиксация как будто бы идет какой-то вот наоборот какая-то стабилизация в вашем развитии вот по деньги они вас каким-то образом останавливает ну то есть вы знаете вам становится спокойно комфортно и вот уже как-то вот шевелиться не хочется наоборот когда нету денег но есть какая-то какое-то вот желание стремление до их приобрести и ради ну как мотивация ради этого вы начинаете как-то что-то делать да как-то вот обучаться вот здесь вот прямая связь вашего развития и денег то ли деньги вас вам помогают ради не да то есть вы хотите иметь деньги и ради этого вы развиваете да что у вас было больше денег то ли наоборот когда у вас нету денег это вот связано как-то с вашим развитием ну то есть есть деньги я ничего не хочу дальше да и вот здесь вот ваш сценарий он как раз таки связан с равновесием вот вам нужно понять да что деньги на самом деле как я сказала в подводке да это не хорошо и неплохо а это это проявление двух сил да вот принимающие основополагающие две силы это принимающие и отдающие деньги на самом деле вот для вас про это да когда вы находитесь в балансе здесь ощущение того что у вас есть деньги а когда вы идет какой-то перекос до либо чрезмерное стремление и наслаждение материальным миром либо наоборот чрезмерное наслаждение духовном мира вот здесь вот ваша сценарий у непосредственно связан с равновесием потому что это и другое она чревато последствия то есть если вы слишком уходит потому что равновесие здесь такой какой-то вот хрупкая если вы уходите чрезмерного в духовность то страдает один момент да ну вот ваши финансы есть уходит слишком финансы то вот страдает ваше духовное развитие состояние вашей души вот здесь вот как будто бы ваш урок он связан с с балансом да то есть через это как-то вот вы приобретаете баланс а еще какой сценарий здесь может быть а умение притягивать деньги до протяжения деньги денег и общение и вот как-то коммуникация но этот опять-таки общение да по тройке энергия она здесь говорит о том что здесь вот сидит значит две куклы мужского и женского пола да и вот третий кто-то ну чуть выше их он как будто бы что-то рассказывает и вот здесь вот вот это вот общение да причем опять-таки двойственность да то есть есть две вот эти вот силы на то есть женская мужская потому здесь девочка маска девочки и маска мальчика есть 3 некий как учитель да как равновешиваю равновешивающая сила вот а в в аркане притяжение здесь а здесь как раз таки нарисована кукла вот я вам покажу чем буду рассказывать может быть вам так будет нагляднее и вы что-то для себя найдете здесь вот значит девочка и мальчик да и в принципе девочка она находится в пассивности она ничего не делает а вот мальчик снимает с нее маску да то есть он совершает какие-то действия здесь вот двойственность вот это вот притяжение да то есть это умение взаимодействовать именно с финансовым потоком в каком контексте выпала карта одержимости вот видите как как ни крути не верти второй сценарий тоже про это то есть вы смотрите одержимость это аркан дьявола посмотрите здесь вот кукла она одета как быка вот она ломится значит в эту дверь а за ней капуста то есть она понимает что туда идти нельзя неважно пока по какой причине до дверь закрыта но я хочу да то есть здесь козел нарисован дьявол а по ту сторону есть желаемое лакомая капуста вот и я хочу я это получу так вот здесь вот второй сценарий как раз ки он может говорить о том что иногда вы становитесь одержимы опять-таки да в созвучии с предыдущим сценарием что нарушаете некий такой баланс причем если принимающая сторона это все-таки женская да она пассивная так вот мужская это активная вот это краски дающие вот у вас бывает перекос в том что вы как будто бы не можете ну может быть ощущаете да что вам не хватает денег да то есть с принятием денег у вас все хорошо а вот с отдачи как будто бы не очень причем знаете вот здесь вот проявление какой-то жадности здесь вот одержимость она связана вам сложно отдавать деньги почему потому что вот то что я говорила в начале да может быть есть вот эти вот понятия что как будто бы самим не хватает вот это вот внутренняя какая-то жадность до недостаток финансов вот эти еще здесь посмотрю по этой колоде что она подскажет на какие здесь еще денежные сценарии могут быть я не буду рассматривать да как выйти и как с ними прорабатывать моя задача просто вам показать какие сценарии могут быть то есть не ждите что я расскажу решение это наверное другой расклад будет так с чем с чем связано вот с одной стороны деньги вам придают какую-то силу какую-то мощь и возможно для кого-то здесь это то что вы боитесь этой силы знаете почему потому что вы духовно здесь каком контексте она проявляется в контексте того что когда у меня есть сила у меня очень ярко проявлено моего а поскольку я не хочу быть плохим человеком да то вот мне лучше без денег потому что когда есть деньги да как будто бы вот идет вот искушение на некий такой эгоизм до свой и вы как будто бы боитесь вы как будто бы становитесь другим человеком здесь как будто вас проверяют на деньги искушают с одной стороны а с другой стороны здесь вот сценарий денежные но он как-то знаете может быть вашему отцу в детстве было очень сложно очень сложно здесь вот как какая-то тяжесть идет о денег какая-то трудность до что вот этот прям ноша какая-то по жизни пожизненная что это за ноша здесь ненависть здесь нету интересно для кого-то здесь речь идет о какой-то заботе да то есть например связано с ножей да то есть тот человек у которого больше денег да он должен заботиться о тех у кого меньше денег и если мы возьмем вашу семью то получается так что тот у кого больше денег он должен заботиться о братьях а сестрах там я не знаю о матери об отце и вот это вот как будто бы это ноша да она пожизненно ну то есть там конца края нету а здесь получается такой сценарий что если у меня нету денег то есть меня спроса нет я не буду на себе тащить вот всю жизнь вот это вот свое семейство зачем она оно мне нужно здесь какая-то тяжесть вот идет денег до ненависть не ненависть и скорее всего не самих денег а то что через эти деньги скорее всего от вас что-то требует то что через эти деньги вам нужно будет сделать и причем это идет знаете вот у вас какой то пример идет он с детства еще раз говорю может быть здесь но папа много работал да и вот как-то вам передалось вот это вот что много работать много денег и это так какая-то вот не подсильная не посильная ноша и вы как будто бы вы сказали себе да не не надо лучше у меня будет там меньше но вот я хоть буду жить как-то вот здесь как будто бы какая-то ответственность есть знаете вот и не знаю люди например там кроме семьи ответственность за семью здесь еще как-то в профессиональном до плане ну я не знаю допустим кто-то там зарабатывает такое ощущение что в банке работает да и вот это вот случай могут рассказывать о том что там уже как их называли этих инкассатор инкассатор да вот что-то вот такое вот мне идет да и это вот было опасно это вот все время ну вот какая-то ношу да что деньги куда-то большие переводят а вдруг это опасно да вдруг здесь человек может лишиться жизни вы думаете да не не вот какой-то вот такой сценарий не вот здесь есть три ключевых слова это сила это то что и ответственность это то что деньги это не не безопасно и третий момент это вот деньги и какая-то вот духовное какое-то такое духовное развитие вот здесь вот ваши сценарии единички они вот такие так на этом все мне будет интересно какие у вас здесь вы прямо несколько несколько было сценариев хотя они между собой каким-то образом пересекаются то есть что-то общее такое есть что деньги это не есть хорошо так мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камушку посмотрим хотя бы один страх двоечки и потом несколько денежных сценариев сразу скажу я не буду смотреть как решать эти сценарии на это не тема этого расклада мы просто высветим несколько сценариев дальше у вас уже работа самостоятельно и так страх ваш страх здесь очень много страхов они все эмоциональные они все связанные с эмоциями давайте уточним по поводу с вашего мастерства по поводу страх по поводу денег да но в данном случае не столько про по поводу денег а здесь вот именно как будто бы утверждение себя в профессиональной сфере то есть вот именно реализации что вот я боюсь что я не смогу реализоваться что я не ну то есть мой труд да он не будет признан с моим мастерство она не будет признано здесь страх как бы но не растерять те деньги которые у вас есть здесь такое ощущение что вы как будто бы здесь не стоит вопрос развития как-то вот приумножать деньги нет нам во что-то вкладывать а здесь стоит раз тема как-то знаете вот удержать да как-то вот устаканится стабилизировать всю эту финансовую да то есть здесь как будто бы какие-то вот волнение переживания да вроде бы как будто бы только наладилось что-то с деньгами этом гоп опять как-то вот вас выбивает из равновесия и вот вы держитесь знаете вот мне показывает как будто бы вы бегаете весы весы только почему-то их там три на как-то три чаши не одна чаша или две а вот как-то три и вот здесь такое ощущение что на одну кладу что-то такое тяжелое идет перекос и вам надо уравновесить пока вы пойдете ко второй чаше уже значит это опустошилась и а а здесь уже идет перекос вот вы как это по кругу по кругу бегаете да все время вот сколько сколько надо положить так чтобы это все уравновесить почему не две чаши 3 я не знаю я не могу понять я впервые такое вижу но мне почему-то показываю что здесь вот три чаши три чаши может быть три каких-то момента которые вам нужно уравновесить и вы боитесь здесь страх как какого-то сценария то есть повторность какая-то постоянная повторность повторность повтор все повторяется какой-то сценарий здесь по кругу вы вот мечтись мечтись как-то по трубу с чем ваш страх связано еще ой волнительное понимаете здесь вот волнение да если первая позиция какая-то вот безопасность опасность у вас какой-то вот страх такой знаете вот волнение хочется зарыться вот какой-то ну вот что-то кто бы об вас как-то вот позаботился до зарыться так вот в объятия мамы когда тепло вот она обо всем позаботиться все будет хорошо вот и немножко расслабиться здесь вот какие-то вот волнения да знаете вот страшно действительно страшно чего страшно боника боитесь манипуляция финансово чего боитесь чего боитесь почему боитесь каких-то манипуляций с чем связанных манипуляции вот в семье да здесь вам а здесь у вас как-то вот семьей завязано ваш страх что вами будет манипулировать как именно я не знаю может быть здесь вот переживание очень сильное переживание волнение не можете вот вы и расслабиться как-то можете расслабиться что там у вас семье то происходит что там с вами делают а вы не можете никак насладиться на получать удовольствие не получается в семье вы хотите знаете вы как будто бы хотите какой-то независимости а финансовые возможно да а здесь вот постоянно кто-то как-то не знаю берет вас возможно на слабо да либо наоборот как-то вот на чувство на чувство жалости как-то давит вот только вас появляются деньги да и вот там ну вам говорят ну как тебе не не жалко вот старенькая мама надо помочь или еще что-то или там вот там у брата там у племянника день рождения ну надо сделай подарок или вот допустим у тебя нет детей да у меня есть вот там не знаю кто-то ваш брат либо кто-то из родственников говорит вот отдай деньги да ну то есть займи займи мне денег да я тебя дам потому что вот видишь у меня есть семья мне важно у тебя нет это один да ты как бы давай сам справишься а вот мне важнее вот здесь какие-то вот такие у вас не получается наслаждаться да то есть вот иметь для себя какие-то деньги какие страхи вы перенимаете от своей мамы вот ваши страхи знаете они какой-то вот бесконечный колодец какой-то глубокий глубокий колодец в котором вы прямо проецируете какой-то вот свой женский образ независимо от того кто вы мужчина или женщина здесь вы как будто бы какие-то волнения и волнения женские проецируете бесконечно чё же вы так волнуетесь то переживаете знаете от меня такое ощущение что здесь вы как-то связано с вашим дедушкой именно с дедушкой не с кем-то так давайте теперь разбираться причем тут ваш дедушка почему мне показали здесь вашего дедушка вот у него как будто бы ключ вот этих ваших страхов переживаний при чем тут дедушка либо что кто и если это не дедушка в знания мудрец я поняла дедушка в контексте может быть для кого-то в прямом смысле дедушка а для кого-то может быть переносным в контексте знаний что там с этими знаниями у вас много знать вредно да вот страх как будто бы вы полезете не туда куда нужно видимо у кого-то был уже опыт прошлых воплощений если вы знаете свои воплощения здесь вот именно кто-то полез куда-то туда куда не нужно в контексте знаний либо могли кого-то лишить жизни за то что он что-то узнал на связанное как-то с деньгами либо здесь вот как-то полезли куда-то в прошлой жизни в какой-то вот я не знаю может быть магию что-то черное такое темное было полезли узнали то чего не должны были знать кого-то здесь возможно жизни лишили до кризис здесь был какой-то знаете есть категории того что мало знаешь дольше живешь вот здесь вот как-то такое что еще что-то здесь еще есть что еще здесь какой страх какая-то трудная ноша причем связанные как-то либо соотношениями либо с гармонией в на работе трудно трудно как-то знаете может быть ну быть балансе вот как-то вот стрессово меня к ощущению что вот если заработок касается вашей профессиональной сферы да то есть на работе прям очень трудно дается не можете вывод прям много переживаний там волнение вот прям какая-то работа у вас профессия вот стрессовая какая-то прям очень и очень стрессуете почему ну потому что вы такой человек независимо если вы работаете на себя либо в каком-то коллективе вот вы как-то выделяетесь да здесь как будто бы вы не находите себе место на работе вот я же говорю изначально вышли вот эти вот волнения касательно своей собственной реализации вот вы как будто вы не принимаете себя как мастера даже если вы хороший мастер то вы как-то сравнивая себя с другими людьми чувствуете себя не ну несовершенно то есть такого как будто вы вы новичок только да вы можете работать там я не знаю 15-20 лет на работе да уже у вас есть знания но это вот ваше внутреннее ощущение что вот вас как-то будут подавлять да вот поэтому манипуляция у нас выходила правда выходила в контексте семьи ну то есть может быть семейный бизнес да и вот вами как-то там манипулирует но в любом случае манипуляции до присутствует еще с чем связан страх ну вот да еще одна карта которая подсказывает краски о манипуляции что вы понимаете на на ваших тонких трус струнных души играют люди люди и семей но семья ваша там я не знаю в коллективе есть такое ощущение что это вы позволяете потому что здесь на карте нарисованы ключе Vegas он и замки на негражданые ключи то есть у вас есть решения но вы как будто бы позволяете почему в чем выгода почему вы позволяете вы боитесь вы боитесь своей здесь два момента с одной стороны вы боитесь проявить свою силу сто процентов у вас есть подавленные какие-то эмоции да вот агрессия то есть вызывает вас люди какие-то агрессии, а вы из-за того, что, я не знаю, хотите быть хорошими, ну, с людьми как-то по-людски, по-человечески, да, обращаться, вы не хотите проявлять вот эту свою агрессию, это с одной стороны. А с другой стороны, желание, желание быть хорошим, желание быть хорошим человеком, желание показывать всем, что вот я добрый, ну, вы как будто бы не принимаете свой какой-то вот темный аспект, а в нем есть огромная сила, вы свою силу не принимаете, вы боитесь, знаете, как будто бы превратиться, я не знаю, там, дракона еще в оборотень, да, в какую-то вот другую сущность нечеловеческого порядка, а в ней как раз-таки вот и есть ваш потенциал. Знаете, здесь такое ощущение, что вот вы боитесь, что вот вас доведут до предела, да, и вот вы выскажете все, что, как говорится, накипело, вы все время себя сдерживаете, вы все время подавляете эти эмоции, поэтому это вот как-то связано, знаете, с деньгами напрямую, да, вот этого своего внутреннего дьявола, да, вот этого вот демона-дракона, вот вы как будто бы боитесь выпустить, потому что вы понимаете, что эта вот сила, она будет разрушающая, вы с ней не знакомы, вы не умеете ей управлять, вот, и поэтому вы боитесь потерять свою какую-то человечность, то есть ваши вот эти вот инстинкты, самосохранение или еще какие-то, вот они могут вызвать какое-то вот разрушение, вот это вот, поэтому у вас и есть вот эти вот страхи. Так, хорошо, давайте мы теперь с вами посмотрим ваши денежные сценарии. Не обязательно, чтобы все отыгрались, не обязательно, чтобы страхи, вот страх у вас отыгрался, потому что в страхе он многогранен, здесь много есть аспектов, да, как вы могли услышать. Можете что-то одно для себя. Так, ваши денежные сценарии. Осознание, надежда. И идея. Так. Здесь сценарий может быть связан с тем, что вы не умеете реализовывать как-то свои идеи. А сознание тогда о чем? Жизнерадостность, позитив. Так, давайте разбираться. С чем связан сценарий, да? Либо вы надеетесь на то, как вы сможете... Все, я поняла. Здесь такое ощущение, да, что вы как будто бы сценарий надеетесь на то, что в один прекрасный... Здесь фантазия, здесь мечтания. Что в один какой-то прекрасный момент, да, то, о чем вы задумали, касательно денег, да, финансов, благосостояния, у вас это получится. И вот вы сидите и мечтаете о том, как это будет хорошо, вот это вот вас радует. То есть какая-то вот такая, знаете, мечтательность, когда в принципе далеко идти не надо. И действия какие-то совершать здесь абсолютно не нужно. То есть понимаете, вот вам сама мечта, она греет вас. Сама надежда, вот, и о том, что вот у вас будут деньги, все такое, вот она вас как-то успокаивает. То есть вам вот эти вот мечты и надежды нужны для того, чтобы успокоить себя, да. Ну, потому что есть страхи по поводу денег, вот. И страшно их получать, да, страшно их зарабатывать. Поэтому лучше я помечтаю, да, лучше я вот представлю, как в один прекрасный день, вот я там, ко мне пришла идея, я ее реализую, у меня от этого будет много клиентов, будет много денег, вот вы представляете это все прям. Я буду ездить в отпуск, да, я буду отдыхать, и тогда вот у меня будет хорошо, и настроение будет, и у меня ощущение, может быть, у кого-то здоровье поправится, да. Здесь вот очень много таких пассивных, я бы сказала, энергий, да, лишь бы не совершать какие-то действия. Потому что все четыре карты, они говорят, знаете, как-то вот больше о внутреннем состоянии, да, когда я ничего не делаю. Даже те самые идеи, да, когда, казалось бы, я что-то там придумываю, что-то записываю, есть какой-то процесс, все равно это внутренний процесс, да, это не материальный мир, когда вы что-то делаете. Так, ну-ка я здесь гляну, о чем это еще ваш денежный сценарий. Как будто бы, знаете, какие-то надежды на то, что... Так, опять с детством связано, связано. Знаете, ваш детский сценарий, ваше отношение, оно какое-то вот легкое, да, понимаете? Здесь какая-то вот легкость. Либо вы хотите легко получить деньги, потому что, видимо, вам они даются достаточно сложно, достаточно трудно, особенно если это имеет какое-то отношение к другим людям. То есть, если вы, допустим, я не знаю, творческая какая-то личность, сочиняете песни, рисуете картины, что-то изготавливаете, да, то сам процесс изготовления, он вам приносит удовольствие, для вас это легко, но стоит вам только как-то коснуться продаж, да, вот это вот вызывает у вас какой-то дискомфорт. И вот вы представляете, да, как будто бы это все само собой случится, все само собой произойдет, да, вот этот сам процесс. То есть, вообще, легкость, вот у вас деньги как-то, я не знаю, здесь один из сценариев завязанный на легкости, с чем связано. Ну, то есть, вы хотите как-то вот получать, чтобы деньги шли легко, либо чтобы не было каких-то проблем, да, чтобы деньги приносили вам удовольствие, то есть, либо есть вот это вот убеждение, да, что деньги должны приносить удовольствие, а не проблемы и разочарования. Вы не умеете договариваться, у вас аспект коммуникации не налажен, да, потому что здесь выпало глагол договариваться, не умеете, вы договариваться, для вас это сложно, для вас это проблематично, вот вам вот у струги свои продавать сложно. И поэтому у вас есть только желание, понимаете, есть очень много желаний нереализованных, и вот, чтобы они как-то компенсировались, вы об этом мечтаете, да, то есть, это с наименьшими затратами, то есть, я не могу в материальном мире что-то сделать, мне легче об этом помечтать, в голове мы представляем, что вот я совершаю как будто бы действие, да, я же эмоции получаю от того, что там в голове у меня все легко происходит, вот эти все надежды, вот эти все воображения и фантазии, я вроде бы успокаиваюсь, да, но я понимаю, что это самообман, но вот, по крайней мере, вот здесь вот такая компенсаторика идет, да, вы компенсируете, хорошо, еще какой сценарий, где колода, вот, еще какой сценарий, это один, второй сценарий, давайте посмотрим, что здесь о чем, так, опять легкость, вот принц эмоций, да, легкость, я же думала, может не то прочитала, легкость, 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 вам не хватает какой-то легкости, скучно, скучно, и результат, скучно, знаете почему, хотите легкости, но у вас это не получается, почему скучно, не видите каких-то результатов, вы не доходите, конечно, потому что, если вы все делаете в голове, а по факту, вот я говорю, здесь есть иллюзорность, ловушка, связанная с самообманом, да, вот в голове я все прокручиваю, в голове я умный, в голове я все знаю, я прям вот мастер-супер-дупер, все случилось, я вроде бы долго-долго вот о чем-то вы думаете, да, не просто сидите, да, так мечтаете, а вот вы как будто бы разрабатываете план, план захвата, да, все, что вы делаете, глаз разболелся, но вы это все, весь этот процесс у вас происходит в голове, понимаете, вы как будто бы уже даже иногда и устаете от того, что вот много все продумала, уже все подготовила, уже нужно только сделать, а делать вы не делаете, и вот у вас есть усталость, конечно, вы столько энергии слили на свои вот эти вот воображения, да, на эти фантазии, на эти мечты, что уже когда дело доходит до реальных каких-то действий, вы их не совершаете, у вас не хватает сил, потому что вы устали, вы слили энергию, поэтому вы не видите результата, и от этого вам становится в какой-то момент скучно, вот скука, опять-таки, видите, это эмоциональный фон, да, то есть сценарий ваших переживаний, да, может быть даже еще потому, что меня ничего не радует, я, ну, я не хочу ничего, мне деньги не нужны, но мне скучно, вот вам не хватает развлечений, вы эмоциональный человек, вам не деньги нужны, вам нужны, то есть вас могло бы мотивировать не сами деньги, а то, что вы можете приобрести как результат, да, то, что даст вам какое-то вот внутреннее состояние праздника, легкости, удовольствия, наслаждения, вот вас этим надо мотивировать, не дегай, вы не тот человек, что вот вам скажут, вот на тебе там, я не знаю, 500 тысяч, там, миллион, не знаю сколько, вы каждый загадываете сами для себя любую сумму, вот, вас это не будет мотивировать, вас будет мотивировать то, что вот, понимаете, будет давать вам внутреннее какое-то состояние, у нас все завязано на эмоциях, почему, потому что вот у вас сценарий созерцания, вот я говорила, да, про знание, и вот здесь вот у меня опять выходит на повторе верховная жрица, да, созерцание, и мягкость, здесь, по-моему, да, и вот здесь вот выпала королева кубков, то есть карты повторно говорят о том, что вот вам сложно общение с людьми, почему, смотрите, сейчас попробую вам показать эту картину, деньги это больше такая вот активная энергия, и, а вы по своей натуре мягкий человек, и вот вам в бизнесе очень сложно, почему, потому что бизнес это все-таки активная энергия, это мужские энергии, там нету вот таких вот понятий, знаете, как справедливость, да, как говорится, на войне все методы хороши, и вот вам вот это вот формат коммуникации, да, то есть конкурирование, там, каких-то соревнований, это не совсем ваше, и поэтому вам легче что-то создать руками, да, сотворить что-то, но опять-таки все, что связано с тем, чтобы продать, предложить себе, как себя, как-то вот конкурировать, у вас это не получается, даже если вы работаете не на себя, а на какого-то чужого дядю, и у вас там есть какая-то должность, вот все равно, каким бы вы хорошим исполнителем не были, да, всегда будут люди, которые будут вас как-то вот подавлять, да, вот у вас, понимаете, вас используют как рабочую силу, а вы как будто бы не можете дать отпор, да, я не знаю по каким причинам, может быть, субординация не позволяет, может быть, там система такая, что вот не позволяет, и вот вы больше такой человек вот мягкий, да, который будет погружаться в себя, если вы будете искать причину, то только в себе, это вы виноваты, да, будет вам вот манипулировать, те манипуляции, о которых я говорила, будет вот какой-то вот жалостью, да, ну, пожалуйста, вот знаете, вот как-то вот находят тонкие струны вашей души и играют на них, потому что вы мягкий человек, вот не ваше это дело бизнес, понимаете, не ваше это дело деньги, не знаю, я как-то, хорошо, что еще здесь может быть за сценарий, так, активность, покой, и игра, игра ума, ну, вот видите, опять-таки здесь идет, как будто бы, знаете, вот вам сложно решать вот эти вот задачи, да, вам хорошо, вам комфортно, вот важны для вас эмоции, как ни крути, ни верти, вот если у вас есть внутреннее состояние спокойствия, эта работа будет ваша, она будет приносить вам удовольствие, все, что связано с какими-то активными действиями, движениями, для вас это вот очень-очень сложно, а в чем сложность, давайте посмотрим, в чем сложность вот для вас активности вот этой, а потому что вы не можете для себя определиться, понимаете, вы, все, я поняла, вот вы мягкий человек, вы находитесь под влиянием других людей, другие люди вот вам указывают, вот знаете, вода, она такая, как бы сказать, она подстраивается, под как-то адаптируется под других людей, вот получается так, например, если вот, допустим, ваша семья, да, вам говорит, вот надо вот это, вот это сделать, да, и вы соглашаетесь, потом, например, идете там, я не знаю, в семью мужа, да, и вроде бы это то, что они вам говорят, вам тоже кажется логично, да, но это может быть противоположное мнение, и вот вы, как будто бы, знаете, как этот, как флюгер, вот куда ветер подует, туда вы идете, почему, потому что, вы как будто бы себя не слушаете, вот прям вот карта, смотрите, как очень четко изображает, да, парни, у которого глаза завязаны, и все ему указывают, куда стрелять, как стрелять, но глаза-то завязаны, как я получу тот результат, который я хочу, если я не вижу, за исключением, если, конечно, мастер, с закрытыми глазами, могу попасть в цель, но здесь сложно попасть в цель, потому что, очень большое влияние на вас со стороны, может быть, вы, в силу того, что вы очень мягкий человек, да, вы воспринимаете мнение других людей, да, как критику, вы очень ранимый, а вот в бизнесе здесь такого нет, у вас должно быть четкое мнение, да, того, что вы хотите, как вы хотите, да, чтобы, допустим, вот получить желаемое, а здесь вот могут вам, вот, манипуляция, ваши сценарии финансовые, они связаны именно с этим, вот играют, у меня такое ощущение, что вот пользуются вами, понимаете, вот обдуривают, вот играли раньше в картах дурака, вот, вот вы все время были бы в дураках, да, вот у вас все время, вот вы какие-то, какой-то вот доверчивый человек, понимаете, да, вот вы чувствуете, такой ранимый, вам, вам хорошо, вот, не то, чтобы с деньгами работать как-то, а вот, я не знаю, вот с животными, может быть, с птичками, с растениями, вот вы такой нежный-нежный, такой вот зарождающий какой-то человек, нет у вас еще какой-то структуры, такое ощущение, что вот вы какая-то вот молодая, либо вы юный человек в душе, либо вы какая-то юная душа сама по себе, да, нет у вас еще столько, ну, мудрости, может быть, прошлых каких-то вот воплощений, понимаете, так сказать, что вот много-много веков прожил, и вот получил какой-то опыт, нет, здесь вот какая-то вот, совсем вот какая-то вот незрелость, либо вы, может быть, человек незрелый, так, вот, проясните бояться, вот вам нужно прояснять вот эти все страхи, а что именно нужно прояснять, обесценивание, вот это вот ваш самый главный сценарий, почему, возможно, у вас есть проблемы с финансами, да, потому что вы вот не уверены в себе, вот силу вот этой вот мягкости, понимаете, смотрите, у вас есть самый хороший ключ, это ваша интуиция, и вы можете ей пользоваться, но до тех пор, пока вы не повысите свою самооценку, вопросы с финансами у вас будут вставать так или иначе, почему, потому что вы сами себя обесцениваете, потому что то мерило, которым вы измеряете вообще, ну, через призму, как которого вы смотрите на этот мир, да, оно слишком такое, как бы так сказать, вот, ну, вы хороший человек, вы добрый человек, а выражение, с волками шить, поволчивать, оно вот вам как-то вот ухо режет, почему, да, потому что я не хочу быть, ну, таким же жестким, как другие, и вот здесь вот вопрос выживания, конкуренции, он у вас ярко-ярко стоит, почему, потому что вы не знаете сами себе цену, понимаете, вы не можете о себе заявить, вы сами себя обесцениваете, поэтому все люди вам на это указывают, через обесценивание, через манипуляцию, через что угодно, они вам будут показывать, высвечивать вот эти вот ваши проблемы, до того момента, пока вы научитесь слушать себя, не как этот парень, куда ему укажут, туда он стреляет, и никогда не попадет, потому что у вас есть, вы должны пройти к своей собственной ценности, вы должны вот нащупать прям внутри себя, да, что вот, вот это вот мое, вот это вот моя опора, на себя опираться, и поэтому вас будут все обесценивать, до тех пор, пока вы не научитесь ценить себя, и вот как раз таки финансовый показатель, если мы рассматриваем сценарий, он напрямую вам говорит, что если у вас нет денег, вот это вот как раз и показатель того, что вы сами себя обесцениваете, а значит у вас нет цены, а значит у вас нет денег, потому что цена и стоимость, что же у меня-то глаз-то болит на вас двойке, кто-то вот, ну я явно, вот я глаз закрыла пальцем, да, кто-то явно не видит, он не видит выхода, вот учитесь, учитесь ценить себя, любить себя, уважать себя, поэтому изначально и выпала вот эта вот карта, да, желание быть вот под какой-то защитой, да, под материнской вот этой любви, почему, потому что мама любит, неважно кто, что, как, мама, каждая мама любит своего ребенка, и для нее ее ребенок, он самый красивый, и он самый хороший, ну если мы говорим про настоящих матерей, да, а не те травмированные, возможно, какие-то отношения, да, которые у вас есть с матерью, то есть в идеале образ матери, архетип, это мама, которая любит свое дитя в любом ее проявлении, вот вы должны сами себя научиться, вот вам не хватает вот этой вот любви, да, вы сами себя обесцениваете, и вот здесь вот проблемы, они идут с этим у вас связаны. Так, вот такая у нас была вторая позиция, обычно я двоечек всегда почему-то по времени обделяю, но сегодня вот я так смотрю, мне кажется, что я рассказала вам достаточно. Так, соберу, сори, сори, теперь у многих из вас стал вопрос, как проработать оценку себя, вот это вот как раз таки урок, я знаю, что многие задаются, иногда, знаете, я специально не отвечаю на вопросы, как быть, что быть, не даю каких-то советов, по причине того, что это ваш урок, понимаете, вам нужно его самостоятельно как-то двигаться, шевелиться, что-то делать, находить ответы, не готовый ответ, я могу вам сказать готовый ответ, но вы его, как бы так сказать, вам не поймете, по причине того, что, ну, то есть я могу вам рассказывать, что такое вкус шоколада, но только тогда, когда вы его пойдете купить, и сами себе в рот положите, вот тогда вы поймете, то есть как бы вам красиво не рассказывали, а там, например, какие красивые места есть на Бали, либо даже в России, я не знаю, там на Байкале, либо еще где-то, вот пока вы, сами туда не пойдете, не увидите своими собственными глазами, да, вы это не поймете, вот на пути развития, вот так же происходит, то есть вы можете очень много слышать, вы можете очень много знать, но пока не дойдете вот до этого момента, пока сами не оденете эти тапки, не протопчете свой путь, вы не поймете, а вот ваш урок, он вот с этим связан, почему? Потому что, ну, вы водные персонажи, да, не то, что вы родились под водным знаком зодиака, а ваша природа, ваша натура, она такая мягкая, так используйте вот это вот качество воды, себе во благо, не в минус, а именно в плюс, у воды есть позитивные качества, это стихия, которая может ранить, если превратиться в лед, да, она может закипеть, она может превратиться в газ, ну, то есть используйте позитивные качества, свойства своей собственной стихии, чтобы она была вам во благо, чтобы вы научились ценить это, та же самая интуиция, хорошо? Ну что, переходим к третьей позиции, зелененькому камешку, троечке, посмотрим ваш страх, и несколько денежных сценарий, сегодня я читаю не в потоке, сегодня я читаю от ума, от головы, вот, и мне самой любопытно, как это читать от головы, а не в потоке, почему-то так мне сегодня захотелось, хорошо, ваш страх в тройке, вы боитесь силы, с чем страх? Ваш страх как-то связан, знаете, с ошибками, вот вы боитесь, либо неправильно оценить ситуацию, либо вы боитесь своей собственной силы, вы боитесь принять решение, не уверены, сложно как-то определиться, с чем связан страх этот, вот знаете, с какой-то правильностью, что более, вы настолько привыкли быть, здесь не про справедливость, а здесь настолько привыкли быть, каким-то, знаете, вот конкретным человеком, какой-то, каким-то конкретным человеком, все сделать правильно, так, как нужно, вы, человек такой, достаточно логический, ну, то есть опираетесь на ум, и поэтому, когда у вас появляются эмоции, вы теряете контроль над собой, а вот страх, он вас как-то дезориентирует, и вот вам сложно, с чем связан еще ваш страх, кроме оценки, определения, вот вы боитесь, как будто бы ошибиться, на страх, с чем еще связан страх, ну, во-первых, вы боитесь конфликтов, либо вы сами достаточно конфликтный человек, ну, то есть, либо чужих, да, вот вы был, драться, вы боитесь как-то отвоевывать, да, отвоевывать то, что вы заслужили, вот вы хотите, вот все равно идет какая-то вот правильность, что ли, справедливость, честность, вот вам кажется, что за деньги надо как-то, знаете, сражаться, надо кому-то что-то доказывать, надо как-то вот быть жестким каким-то таким человеком, что еще здесь, что страх такой, у вас есть страх соблазна, у вас есть большой страх, вашей сексуальной энергии, да, что вот вами будут пользоваться, вы боитесь, что вас будут опустошать, что вас будут использовать, прекрасно, мы говорим о деньгах, а у вас, видимо, деньги завязаны на сексуальной энергии, что вот вами будут как-то, знаете, боитесь какой-то подлости, здесь страх со стороны другого человека тоже может быть, то есть с одной стороны, знаете, как-то это вот связано с жесткостью, с конфликтностью, а с другой стороны, наоборот, какая-то вот, знаете, сексуальная энергия, да, ага, понятно, ну, дружба, вы боитесь, ну, я говорю, чтобы вас не использовали, да, чтобы не было какого-то предательства, да, может быть, вас кидали на деньги, может быть, вас обманывали на деньги, может быть, вас предавал ваш любимый человек, да, тоже здесь как-то связано с деньгами, боли здесь очень много, да, то есть, знаете, вот вас как будто вы опускают на самое дно, искушают, опускают на самое дно, а потом вы должны как будто бы переродиться, то есть здесь специально, вот вы, возможно, уже много раз с этим сталкивались, и вы уже устали вы уже устали то есть вы здесь страх у кого-то может быть еще и страх старости да причем старость как прямом смысле до биологической так и стала расти закостенелось какая-то да то есть вы боитесь что вы будете как это привязано с деньгами что вот вас ваше мышление она как-то вот вы будете не способны замечать какие-то возможности да как-то вот закостенелось будет вы будете неподвижны и вот ну не будете как вот взрослые люди да такие вот старые ворчливые да чтобы обращать на себя внимание вот еще также вы как будто бы да которые не могут как-то замечать возможности новые шансы вот они поэтому постоянно как-то ноет вот вы боитесь старости как прямом смысле так и в переносном да чтобы допустим ваши взгляды как то будет устарелыми да их не будет как-то рассматривать что с их помощью я вы не сможете получать ну какие-то финансовые дивиденды да вот как-то вот ну на работе не сможете реализоваться ну вот здесь понимаете вы боитесь более вы уже устали честно честно здесь вот боль вот это вот перерождение до защищаться нет вы боитесь что он никто вас не защитить да что вот вот это вот роль почему-то выпадает на вас понимаете здесь сила да вот страх вы боитесь свои собственные как будто силы да вот этой вот мощи в контексте того что вот вы и способны на все да его уже стали от этого потому что этим все пользуются и поэтому вы ну плюс ко всему еще боитесь ошибиться да то есть некая такой ответственности не потому что вы безответственно а наоборот потому что у вас гипер ответственность да и люди это знают люди этим пользуются да и поэтому вам уже страшно вы боитесь сейчас опять себя проявите да здесь кто-то проявляет как-то вот свою активность и потом на нее перекладывать ну то есть на вас перекладывает потом вот это вот дополнительную ответственность которого вам не нужно вот вы хотите сами защитить а это один вариант да страхов а другой вариант непосредственно вот от дружбы да а дружбой от того что может быть здесь здесь два понимаете здесь мужской аспект есть и женские то есть конфликтности вот это вот отстаивание своих границ там борьба за соревнования соперничество ответственность это вот мужское проявление независимо того женщина вы либо мужчина да здесь так есть автор и спекту на брат какой-то женский да что вот меня как женщина будет использовать может быть там сексуально да как-то попользуется потому что это тоже вот энергия да то есть которые есть и в деньгах то то есть вот меня как-то по пользу используют мои ресурсы меня опустошат да вот здесь вот и вот здесь вот этот старый что потом ну то есть попользуется и выброси да здесь вот прям использование проходит причем в друг в дружбе как-то это проявляется вот и 1 и 3 аспект который связывает да вот эти вот два страха либо самостоятельно либо связывает это вот защита да то есть вы сами нуждаете в защите, да, то есть вы, вы женщина иногда, ну, слишком такая, кажется другим людям, потому что вы ей сильная, вот, и кажется, что вас не надо защищать, а вы уже от этого устали, вот, уже устали доказывать, что надо защищать, уже устали вообще себя проявлять, как женщина в брюках, да, вот, как мужчина, то есть вы вообще уже от всего устали, вам просто хочется, ну, вот, какой-то защиты. Да, ну, у кого-то вот в прямом смысле было насилие, да, как физическое, душевное, моральное, вот вы боитесь еще и этого. Насилие здесь, знаете, как может быть, если мы говорим о моральном насилии, да, вот перекликаясь вот с этой картой, использование, да, попользуются и выбросят, и, а вы потом уже изранены, понимаете, вот вы этого всего боитесь, ну, либо физической, да, то есть здесь вот какая-то боль, да, когда крылья как-то обламываются, и уже очень много слез, да, вот у меня идет здесь такое очень много слез, очень много боли. И вот это то, что вы боитесь. Интересный момент, почему? Потому что мы рассматриваем финансы, а тут мне показывают общую какую-то картинку. Да, конечно, она может быть и связана с финансами, но в любом случае как-то вот общее какое-то вот ваше состояние показывается. показывается. Это ваши страхи, да, у вас могут быть все три, один, вообще никакого. Страхи могут быть в каких-то других позициях. Ну, давайте посмотрим денежный сценарий. То есть здесь первый ваш денежный сценарий, о чем будет говорить. Так, вера, плоды и интерес. Вот это как раз таки сценарий, который говорит здесь про защиту и насилие. Вот я его сюда и поставлю. Почему? Потому что, знаете, вот вы уже как будто бы руки опустились, да, уже очень много раз пользовались, и поэтому вами забирали у вас ваши ресурсы. То есть это могут быть напрямую деньги, а это могут быть и косвенно энергия, да, это может быть ваше настроение, ваши идеи, все что угодно. И поэтому один сценарий здесь у нас завязан непосредственно на вере, да, на вере того, что вы уже не верите. Вы уже не верите в том, что вы вообще можете как-то вот разбогатеть, либо нужны вам уже эти деньги, не нужны, и уже, знаете, как будто бы пропал какой-то интерес. Вот здесь вот, если вы находитесь вот в этом состоянии, да, когда что-то очень, ну, болезненное, очень травмирующее в вашей жизни произошло, то у вас будет работать вот этот сценарий, когда вам нужно уже здесь поверить в себя. Поверить в себя. Такое ощущение, что вот к вам приходит, знаете, вот как к источнику, чистой воды, да, чтобы напиться. И вот хочется сказать, что да, конечно, я источник, но не забывай, что в какой-то момент я могу исякнуть. Вот здесь вот как-то так хочется сказать. Да, то есть здесь сценарий, может быть, также проигрываться на том, что когда вы вовлечены в заработок денег туда, тогда вы получаете. Здесь вот на вашей... на вашей вере завязано, если вы верите, да, вот как-то сила, сила намерения, здесь тоже можно проигрываться. Вот когда вы верите во что-то, и вам интересно, вы вовлекаетесь в какой-то процесс, вы получаете результат, и у вас есть деньги. Да, вот здесь какой-то вот позитивный, скорее всего, даже может быть сценарий связан. То есть в минусе мы можем рассматривать, что отсутствие веры, да, что я уже вообще ни во что не верю, поэтому мне уже неинтересно, и как следствие нету настроения, да, я нахожусь в боли, в печали, и поэтому деньги не приходят. А с другой стороны, наоборот, в позитивном ключе, то есть и то, и другое вы можете использовать. Хорошо, еще какой сценарий? Так, управление, и корректно заданный вопрос. Ага, хорошо, какой, так, как бы задать вопрос, чтобы он был корректный. Какой денежный сценарий у вас проигрывается вот с друзьями? Давайте так конкретно спрошу, потому что здесь вот дружеский аспект, у нас как-то завязаны деньги. Это связано с выбором. Ага, то есть смотрите, если как-то вас кидали, там, друзья, да, ну, здесь вот с дружбой связано, с партнерством, вот, и старость, да, то, что мы говорили. И это было связано с вашим выбором. То есть здесь как будто бы, знаете, такое ощущение, вы этого хотели. Ну, то есть изначально вы знали, что так и будет. И вот он как раз-ки, аркан выбора, он пересекается с верой, да, в контексте того, что во что ты веришь. Если ты, ну, здесь как игровой автомат, да, если ты веришь, что ты выиграешь, ты притягиваешь к себе эту удачу. Если ты не веришь, ты, наоборот, ну, отталкиваешь от себя удачу. Как будто бы магнит. И вот здесь вот с финансами, да, с друзьями у вас так. То есть если вы изначально знали, допустим, что вас люди могут кинуть, и это был ваш выбор, ну, то есть, понимаете, вы проницательный человек, вы видите, а, как все может закрутиться, но вот здесь вот как-то вот из-за того, что это была дружба, да, вы доверяли, вот, и знали изначально, что, ну, как-то вас обманут. Было у вас какое-то вот такое, знаете, предчувствие. Вы как будто бы не слушаете свою интуицию, вот. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну, вот, чрезмерно, может быть, доверяли своим друзьям, и вот здесь вот произошла вот это вот какая-то, какое-то предательство. Здесь еще, может быть, знаете, как-то связано страх, старение, да, что вот как-то вот в старости у вас не будет денег, вы за это тоже можете очень сильно-сильно переживать. Идет мне как-то все сохранение. может быть, кто-то откладывает деньги на старость. А может быть, вы даже занимаетесь каким-то накопительством, связанные, ну, вообще так, знаете, здесь не только с деньгами, а с эмоциями тоже может быть такое. Насыщаете. Либо вам не хватает сейчас, да, такой вот энергии. Здесь как такового сценария я не вижу. Я вижу, здесь все как-то завязано на вашей энергетике и на вашем настроении. Вот все как ни крути, ни верти, завязано на вашем настроении. То есть, знаете, когда вы хотите, да, вы становитесь сильным, мощным, и у вас есть деньги. Здесь даже не под заказ, не под, не под, как этот, не под результат, да, а вот ваше настроение. Хочу, знаете, вот как волшебник, я хочу, и будут деньги. Да, я поверила в это. И здесь даже не про то, что вы притягиваете это. А здесь просто, знаете, вот как-то вот силой намерения. Вы сказали, это случилось. Это даже не про протяжение, а здесь про какую-то вот материализацию. Да, вот вы сказали, захотели, и это все материализовалось. Хорошо, а вот здесь вот конфликтность, что за сценарий связан с конфликтностью? Вот здесь вот выпадает сила на повторе. Кто кого подавит, да? Кто кого подавит? Трудолюбие и ожидание. Ожидание у вас с чем связано? Что за сценарий, да? На работе с чем? Воздержание. Что-то вы долгое время на работе чего-то ждете, да? Умирание. И пока постепенно, постепенно что-то не сойдет на лад. А! Все, поняла. Вы не отстаиваете свою, да? Здесь вот конфликтность и драться, да? А у вас наоборот выпадает ожидание, да? То есть вы ожидаете, вы как будто бы, знаете, становитесь пассивными, как вариант, да? И вы ожидаете, вы не отстаиваете свою точку зрения, вы не доказываете, вы не добиваетесь. Здесь как будто бы вы не берете то, что вы заслужили. Вы как будто бы добровольно от этого отказываетесь. А почему? Почему вы добровольно отказываетесь? А, и вот выпала проницательность, да? Королева мечей, королева ума, проницательность. Так, о чем она говорит? И будущее скрыто. Не показывает, не хочет нам эта колода. Сегодня столько карт, и выпали две темные, которые не хотят нам показывать ваши сценарии, да? Почему, почему, почему? Вот вы как будто бы сами знаете. Вы не знаете, для чего вы отказываете. Вот вы себя как будто бы лишаете специально воздержания. То есть, для чего вы воздерживаетесь? Как будто бы копите, копите, и потом это вам приносит какую-то радость. с чем это связано. Вы как будто бы, знаете, на работе как-то, либо вообще с финансами, да? Вот какая-то это ваша тактика. Как-то держать, держать, ну, не проявляться, не проявляться, да? А потом, ну, что-то ждать, как-то проявление. И вот в нужный момент вы как будто бы, гоп, совершаете какое-то действие. И тем самым укрепляете свои позиции. Но здесь, скорее всего, ваша тактика какая-то. Что за сценарий? Блин, тройки у меня все время какие-то непонятные. Потоки я читаю, без потока я читаю, от ума я читаю, все равно непонятно. Здесь вот какая-то у вас такая стратегия, да? Вот не торопиться, да? Воздержаться. Я подожду нужного момента. Зачем лишний раз нырваться на конфликт? Как-то вот отстаивать, что-то сражаться. Вам это как будто бы не надо. Потом в нужное время, ну, то есть вы когда почувствуете, скорее всего, свою силу, да? Наполненность, энергетическую радость вы гопаете и начинаете укреплять как-то свои позиции. Ну, а дальше что вы будете делать? А дальше это вам приносит какое-то пробуждение. То есть здесь вот у вас деньги, сценарий. По первой позиции, все, что связано с силой, да? Ну, не по первой позиции, а вот по позиции конфликтности. Это вам приносит какое-то вот пробуждение, да? Здесь как-то вот с духовным ростом развито, связано. Здесь вообще три сценария, да? Они как-то связаны непосредственно с вашим духовным ростом. Если вы, допустим, практикуете, вот здесь вы как будто бы накапливаете, накапливаете свою энергию, да? А потом на этой энергии вы совершаете прорыв. И после прорыва к вам приходят деньги. То есть здесь вообще даже не сценарий денег, здесь вообще не про деньги, а здесь про вашу силу, про вашу энергию, да? Которая может материализоваться во что угодно. Она может сразу непосредственно в какой-то продукт, может быть, сразу в то, что вам нужно, там, я не знаю, машину, какие-то потребности, да? А может быть, в деньги. То есть здесь вообще у вас не про денежные какие-то сценарии. Здесь нет... Я не вижу, чтобы у вас вообще были денежные сценарии. Здесь у вас идет про доверие, здесь про силу мысли, про силу материализации и вот про вашу стратегию по жизни. Вообще, как вы двигаетесь. Ладно, давайте я попробую на этой колоде посмотреть, что у вас здесь за денежные сценарии. Ну, потому что театр кукол мне не показал какой-то вот прям, знаете, стопроцентный сценарий. Хорошо, какой сценарий. А вы и так победитель по жизни, понимаете? Вы победитель по жизни, и вы идете... У вас, знаете, с одной стороны ваши мечты, а с другой стороны ваша работа. И вы как будто бы стараетесь сбалансировать, да? Вот логику и интуицию. Вот вы идете как-то... Вы и не туда, и не сюда. С одной стороны у вас работа, а с другой стороны мечты, то, что вы хотите реализовать. И вот вы держите и то, и другое в руках. То есть у вас, знаете, как может быть сценарий, если мы говорим все-таки о деньгах. С одной стороны деньги могут приходить от работы, а с другой стороны, возможно, от хобби, от какого-то наслаждения, может быть, через других людей, да? Там, я не знаю, партнера, мужа, брата, свата и так далее, детей. И вы как будто бы и то, и другое имеете, да? Держите. Что здесь за сценарий? Отстранение и контролировать. Вот вам нужно, смотрите, вам не нужно уходить в перекос, да? Много-много работать. Когда вы станете победителем? Когда вот вы найдете вот этот вот баланс. То есть не будете много работать, потому что много, я имею в виду трудоголик, да? То есть человек, который работает очень много и уже в какой-то момент нету продуктивности. А с другой стороны, надо вот контролировать вот это вот, не улетать в тонкие материи, фантазии, мечты и там быть как-то, знаете, более реалистом, что ли. И вот вам надо найти баланс между тем и другим. Тогда вы сможете быть победителем. Но вот опять-таки, видите, не показывает сценарий как таковой. Ну, чтобы сказать, что вот это вот ваш финансовый сценарий, понимаете, у вас деньги, у вас деньги завязаны на энергию. Вот это вот единственный сценарий, как я могу сказать. Хорошо, давайте на другое колоде посмотрим. Может, она что-то скажет. Что у вас здесь за сценарий финансовый? Ну, боже. Смотрите, выпадает король мечей, да? Король мечей, восьмерка мечей и аркан солнца. Вот король мечей у нас говорит как раз-таки про дистанцию, да? Вот какая-то вот охлаждение. Это про умение вырабатывать стратегию. Там у нас выпадала королева мечей, да? И сразу у вас восьмерка мечей, то есть безысклонность, вот эти вот постоянные какие-то препятствия, сложности. То есть здесь вы как будто бы сами себе придумываете в голове какие-то сложности по причине того, что, не по причине, а почему вы не можете радоваться, почему вы не можете пойти в какое-то вот новое. То есть вы себя как-то сами в своей голове ограничиваете. Отчего вы себя ограничиваете? Ну вот от удовольствия, от радости, понимаете, вы не идёте в новое. Вот что я могу сказать? Вы сами не идёте. Вот это вот, наверное, единственный сценарий. Хорошо, а деньги здесь каким боком? Ну не идёте вы в это новое, ну боитесь, неважно, препятствия какие-то, сложности, сами себе их придумываете в голове. Я говорю, у вас очень сильная, мощная энергия того, что вы думаете, понимаете, вы даже можете думать негативно и этого не осознавать, и это у вас случается. Вот просто случайно подумал о том, что вот заболею, и заболели, всё. Вот здесь вот как-то так, что там с этим новым? Почему вы не идёте в это новое коммуникации, здесь общаться надо? Здесь общаться надо, и вот ваш урок это вот найти золотую середину, да, сбалансировать, вообще умение гармонизировать, вы понимаете, выравнивание какое-то должно быть. Вас всё время перекашивает то в одну сторону, то в другую. Вот что метафорические карты сказали об этом, что карты Таро, вот либо много-много работаю, да, либо наоборот, вот отдыхаю, лень, мечтаю, ничего не хочу делать, да, вот здесь вот этот вот скорее всего сценарий вас связан, ну, то есть деньги. Они, наверное, и качели, а как вам деньги приходят? Вот каким образом вам приходят деньги? Так, с прошлого, хорошо, что с этим прошлым? Эмоции, так. Ну, вот опять двойка педаклей, да, вот этот вот баланс. Прошлое. Когда это прошлое влияет на вас каким-то образом, деньги к вам приходят от ума, вот, ну, и туз педаклей, и отшельник. Вот когда вы за вашу мудрость, понимаете, вот за вашу мудрость, за вашу энергию, за, когда вы определены в том, что вы хотите, как вы хотите, понимаете, когда, вот у вас мощная энергетика, вот когда вы сконцентрируетесь на чём, что вы хотите, да, вы там хорошо об этом подумаете, да, провизуализируете, прочувствуете, самое главное, проживёте, вот как реальность, да, и потом отпускаете вот ваше, причём даже вы можете это делать случайно, вот спонтанно, как-то вот, хочу вот это, вот, и отпустили. И у вас это случается. Так вот здесь вот, то есть вы как будто бы этим не умеете управлять. У меня такое ощущение здесь, как будто бы, вот, сейчас включился поток, не хотела включаться, да, сегодня хотела голову почитать, но всё равно, вот здесь вот в потоке показывает в том, что вы даже делаете что-то так неосознанно, если, ну вот, случайно о чём-то подумали, и оно случилось, вот ваша сила намерения, если вы даже подумаете, как я это делаю, да, вот давай я попробую, смоделирую это, у вас не получится, моделирование у вас не получается. Но деньги вы получаете от интеллектуальных процессов, даже если вы не практик, с помощью головы к вам приходят деньги, а ещё вам приходят деньги из, ну, кто-то использует, работает с бессознательным, а кто-то здесь использует как раз-таки по памяти, в прошлом, вот как зарабатывали, может быть, из прошлого деньги идут, да, там что-то в прошлом сделали, а сейчас вот как-то вот свои дивиденды, да, ну, получаете, где-то что-то когда-то давно вложились, а сейчас вот получается, либо это как-то связано с семьёй, да, здесь деньги могут приходить через семью, через наследство. Ну, и выпадает маг, ну, как ни крути, ни верти, с головы ты читаешь, интеллектуально ты читаешь, интуитивно читаешь, неважно, в вашем случае деньги приходят под намерение, вот имейте это в виду, то есть у вас, видимо, есть эти способности, да, использовать правильно своё намерение и свои желания, то есть, знаете, концентрируйте свою энергию, вот как лейзер, да, сконцентрирована энергия, и она направлена на что-то, либо вот мы говорим, да, вода камень точит, капля, 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 вот это вот постоянное, постоянное, капание в камне будет дырка, вот у вас, видишь, что-то вот такое, то есть ваши сценарии, они все говорят об этом, а то, что у вас было предательство, вы это знали, вы проницательный человек, да, у вас есть эта способность, вы это знали, ну, то есть чувствовали, могли предугадать, а многие даже, ну, знали, как это знали в контексте, что могли предугадать, и вам даже не надо говорить, что вот вас могли бы кинуть на деньги, вы это знали, но по каким-то своим причинам, да, вы соглашались помогать другим людям, вот, и вас предавали, вас обманывали, может быть, были доверчивые, да, опять-таки, то есть заранее, вот, у меня есть все равно вот это вот ощущение, да, такое вот впечатление, что вы знали, что вас могут обмануть, да, но вот как-то хотели верить этому человеку, да, потому что, возможно, раньше он как-то, ну, не проявлял себя негативно, да, либо вписался в ваше как-то вот доверие, вы доверились, и вот потом вас кинули на деньги, и поэтому сейчас у вас есть вот это вот ощущение, я не могу определиться, да, я, вот неуверенность ваша, она очень сильно вот играет на, с вашим, ну, финансовым аспектом, да, вот здесь деньги с неуверенностью, прям сильно-сильно завязаны, почему? Потому что ваша сила, вот когда вы уверены, у вас много силы, и вы ее можете направлять, куда вы хотите, а когда вы не уверены, вот это вот есть разбалансировка, да, и тогда, как будто бы, ну, жизнь сама вами управляет, да, не вы управляете, не вы хозяин, а вы тогда, ну, раб, заложник самой ситуации, и у вас, когда нету настроения, вы часто становитесь заложниками ситуации, то есть с вами случается, и поэтому здесь вам показывают, научись, либо ты будешь хозяином, либо ты будешь, ну, заложником, ну, вот рабом вот этой ситуации, то есть и та, и другая является крайностью, вам нужно найти золотую середину, да, когда взять вот это, и когда взять вот это, и в правильной дозировке соединить, и породить какую-то свою новую стратегию. Вот такая вот у нас была с вами троечка, я благодарю вас за внимание, до новых раскладов, пока-пока.